Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре, который посвящен ключевым фундаментальным событиям прошлой недели, анонсу того, на что нужно обратить внимание в ходе этой пятидневки, ну и, конечно же, нашим традиционным инвестиционным идеям касательно тех ожиданий, которые мы разделяем по ключевым и основным валютным активам, используемым в спекулятивной деятельности. Прежде чем пойти дальше, давайте все-таки проверим качество связи, нет ли проблем со звуком, либо с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат, либо... Отлично! Но также имейте в виду, что если возникнут какие-то проблемы технического характера по ходу в вебинар, об этом нужно будет сразу мне сообщить, попробуем исправить. И не забывайте также и о том, что можете навести курсор мыши на мое изображение, там появится бегунок с громкостью, разумеется, можно адаптировать этот параметр еще непосредственно под себя, если в этом будет необходимость. Что ж, предлагаю тогда начинать. Традиционно давайте начнем прямо с самого начала, проследим за поведением европейской валюты, американского доллара, поскольку эти активы, разумеется, остаются для нас определяющими с точки зрения, опять же, трейдинга, потому что их можно использовать, скажем, либо непосредственно в рамках одной инвестиционной идеи, евро-доллара, либо раскидать уже в зависимости от фона, как они себя могут повести, в зависимости от, скажем, того соперничества и проскорда, с которыми они находятся. Поэтому давайте, если есть возможность, откройте графики, также можно будет со мной проследить, опять же, динамику евро-доллара и доллара-японской иены, ну и других активов, которых я коснусь я в ходе этого вебинара. Европейская валюта, я думаю, что вы прекрасно заметили, достаточно неплохо начала прошлую торговую пятидневку, добравшись к торговой сессии вторника до уровня 1.10.41. Потом, конечно же, последовало более стремительное укрепление, в частности, локальный хайп был зафиксирован даже выше уровня 1.12. Но об этом мы еще поговорим по порядку, давайте все-таки начнем прямо с начала недели. Тот рост, который мы наблюдали в первые половины недели, честно говоря, для него каких-либо существенных, особых, фундаментальных причин не было. Из статистики можно было выделить данные по индексу оценки текущих экономических условий Института ЗИУМ, который показал лучший результат за два последних месяца 65,7 против прогноза 64,3. Тем не менее, индекс настроений в деловой среде ЗИУМ, мне кажется, это более объективный показатель, остался на минимальных значениях и не просто на минимальных значениях, а на самом худшем уровне практически за последние 8-9 месяцев. 25 против прогноза 32, и этот индекс продолжает неуклонно снижаться, я думаю, что дальше мы увидим еще более плохие показатели, и, разумеется, это только усилит наши ожидания касательно слабости в целом валютного блока, еврозоны, и может стать еще более объективной причиной, вследствие которой можно будет продолжать делать ставку, опять же, на снижение евро, и иметь для этого полный, скажем, арсенал фундаментального обоснования и объяснения этого потенциального коррекционного движения. Что касается отчета ЗИУМ по еврозоне, в целом здесь также незначительный позитив 47,6 против прогноза 43,9, однако в целом все равно индекс продолжает держаться ниже уровня 50, я напомню, что уровень 50 как раз является тем рубежом, который отделяет восстановление, соответственно, от стагнации. Что касается вопросов, если вы не против, можно оставить их напоследок, и, соответственно, как только мы перейдем к ценовым ориентирам, по ключевым тандемам валютного актива, после этого и разберем вопросы. Поэтому сейчас все-таки давайте пробежимся по нашей основной программе, потому что именно она является, скажем, сочью и упором, скажем, для нашего объективного представления о том, что же ожидать от активов дальше, ведь именно фундаментальный фон, поскольку я традиционный фундаменталист, и я уверен, это именно так в плане влияния на динамику активов, может оказывать, скажем, более даже предвосхищающий эффект, чем те же самые технические индикаторы, и может создать больше оснований, которым, разумеется, у нас будет возможность подготовиться для определения, опять же, ценовых перспектив тех активов, которые лично вы используете в своей спекулятивной деятельности. Вернемся все-таки к индикаторам бизнес-ожиданий, уверенности института НАЗЮ. Вроде бы как отчеты стоящие, кажется, на первый взгляд, но с другой стороны мы все прекрасно понимаем, что по еврозоне в последнее время мы анализировали куда более серьезный фундаментальный фонд, это промышленный сектор, это розницу, и вот уже в эту пятницу данные по ВВП, и они в целом, скажем, прям белой нитью через этот общий фундаментальный фонд послеживается объективная реальная слабость, которая характерна для всего валютного блока. Разумеется, институт, скажем, ЗИУ со своей оценкой бизнеса уверенности и ожиданий, он не смог, в принципе, сломать тот негативный тренд, который характерен для общей статистики, поэтому локально, краткосрочно мы, может быть, и увидели, скажем, ту динамику, которая имела место быть по паре евро-долларов, но прекрасно понимаем, что каких-либо основополагающих оснований для того, чтобы пара евро-доллар смогла продолжить двигаться вверх, скрепиться выше уровня 1.12, там пойти на уровень 1.13, 1.14, даже видел цели 1.15, но их в буквальном смысле нет. Если кто-то, собственно, может найти, как я уже неоднократно, соответственно, говорил, буду рад обратной связи, для этого есть и официальный канал на YouTube у нас, Амаркетс, я всегда рад вашим комментариям и, разумеется, вопросам. Задавайте их, комментируйте, высказывайте свою позицию, может быть, опять же, через ваше и мое мнение у нас появится более объективное представление касательно того, что же все-таки ожидать по основным тандемам валютных активов. Это действительно, скажем, через подобную кооперацию, взаимодействие может получиться неплохой опыт. Если вы не против, можно его прямо, скажем, начать буквально со следующего брифинга, если, скажем, вы посещаете брифинги, смотрите, но не комментируете. Еще раз напомню, что обратной связи я всегда рад. Что касается интереса к европейской валюте, которую мы видели в начале прошлой недели, напомню также, что во вторник мы стали активно также обсуждать, точнее вернулись к теме, связанной с соглашением по третьей программе финансовой поддержки Греции. И, несмотря на то, что этот фон мы уже изрядно, скажем, отыграли, поговорили о нем еще месяц назад, выходит через такой резонирующий эффект, он еще сказывается в динамике евро, потому что как только сообщения о возглавленных переговорах, или даже просто освежили в памяти тот факт, что соглашение достигнуто, третья программа финансовой поддержки, напомню, на 86 миллиардов евро, это уже решенный вопрос, по сути все положения документа согласованы во всех парламентариях, которые, скажем, имели отношение к этой сделке, и все равно евро уже повторно, который раз попыталась и, скажем, по факту уже можно говорить, неплохо смогла использовать этот фундаментальный позитив. Но тема уже избита, я считаю то, что, разумеется, если вы о ней забыли, правильно сделали, потому что сейчас на рынке куда более других серьезных определяющих идей, которые, разумеется, создают уже совершенно другие ожидания даже в плане реализации поведения. И об этих ожиданиях и, в принципе, идеях мы говорим каждый брифинг. Думаю, что если вы сегодняшний день пропустили, также в курсе, какие ожидания сейчас мы закладываем по паре евро-доллар, и с чем эти ожидания связаны. Что касается других активов американцев в начале недели, в частности доллара, то есть мы видели, как USD иена продолжила консолидироваться рядом с уровнем 125, точнее даже 124 с небольшим, 124.40, 124.60. Это вот такой легкий торговый диапазон, в рамках которого и осуществлялась проторговка американцев против японской иены. Причины роста в начале недели, поскольку экономический календарь не создавал каких-либо интересных возможностей, можно было, наверное, найти только в комментариях Локарда, о чем мы уже неоднократно говорили. И говорили почему, потому что позиция голосующего члена ФРС может быть весьма убедительна в момент принятия решения о повышении какосрочных процентных ставок. Если Локарда нашел основания для того, чтобы сменить свою позицию с прежнего нейтралитета на возможность действительно ужесточения политики и сообщил о том, что отдаст свой голос в пользу о повышении какосрочных процентных ставок впервые за 10 лет, значит, наверное, все-таки действительно основания для этого весьма объективны. И я думаю, что, опять же, он исходил из тех же самых ожиданий, которые анализируем мы буквально каждый день, также констатируя тот позитив, который характерен для американской экономики. Весьма неожиданным для рынка стало решение Банка Китая девальвировать курс национальной валюты, то есть юаня против доллара. Мы помним то, что во вторник эта внезапная девальвация составила 1,9%, максимальное, между прочим, снижение за последние 20 лет. Подобная мера китайских монетарных властей, разумеется, спровоцировала продажи сырьевых активов и существенно сгрузила те валюты, которые, собственно, зависят от стоимости на сырье. И, разумеется, особое место среди них отводится как раз австралийскому доллару и канадской валюты. Напомню, что каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам и австралийцы, и канадцы, против доллара, мы обращаем внимание на реакцию этих активов, соответственно, на состояние сырьевого рынка. В частности, для австралийцы определяющими является железная руда. Что касается канадца, вы также, уверен, прекрасно знаете, здесь уже больше ориентируются на состояние рынка и мембресурсов. И поскольку в целом у нас тенденция как по второму, так и по первому не самая радужная, значит, и, разумеется, эти риски, которые связаны с возможностью даже еще большего снижения, дисконтируются в стоимости этих валют, потому что все прекрасно понимают, что спустя какое-то время эти риски станут причиной существенной просадки, снижения темпов экономического роста экономик, которые настоят за этими валютами, то есть Австралией и Канадой. Если говорить про австралийцы, то мы видели, что пара AUTUSD достигла уровня 0.7282 буквально через несколько часов после решения Банка Китая. И коррекция составила около 100 пунктов. Что касается пары USDCAD, то там последовало уже укрепление, роста, разумеется, американцев против канадцев, и USDCAD смог уйти выше уровня 1.31, по-моему, даже локальный хай по факту решения о девальвации юаня был расфиксирован на уровне 1.31.12. Но в целом это плюс 120 пунктов для американской валюты, и, разумеется, практически фигура ослабления для канадского доллара. Нефть, к сожалению, снижение приостановить бренду так и не удалось. Мы, конечно же, следили за данными по запасам в США, как по версии частного агентства API, так и потом уже по версии Минэнерго США. Что касается API, минус 0.8 миллиона баррелей против прогноза снижения минус 0.5. При этом, что касается официальной оценки, там также сокращение минус 1.6 миллиона, против прошлого минус 4.4 миллиона. Сокращение запасов, разумеется, серьезный фундаментальный повод для того, чтобы сделать ставку на усиление позиции энергоресурса, особенно тогда, когда его действительно весьма активно распродают все. Но никакого роста, по сути, не произошло, точнее, локальная поддержка была, но мы видели, как бренд, собственно, очень быстро развернулся и отправился к многомесячным менюмам, которые сначала были отмечены в районе 49 долларов за баррель, потом уровень 48 с небольшим. И, по сути, мы видим, как бренд, в принципе, до сих пор сохраняет этот пресс со стороны общего фундаментального фона. И действительно, пока, но никак ему не удается отделаться от давления информационного характера, несмотря даже на периодически появляющиеся поводы локального такого же фундаментального роста. Все-таки переизбыток является ключевой темой, и каждый раз, когда мы возвращаемся к ней, нам остается лишь констатировать более, скажем, глубокие коррекционные ожидания по нефти, которые впоследствии начинают активно реализоваться. Может быть, также еще большее давление на нефть сейчас связано, опять же, с ситуацией в Китае, особенно после того, как мы обновили представление по промышленному, сектору, роничным продажам и капиталовложениям. Напомню, что эти отчеты буквально в тандеме мы анализировали на прошлой неделе, и в целом все три отчета оказались в негативном ключе, отрочаровали, разумеется, трейдеров, инвесторов, которые надеялись увидеть хоть какой-то позитив. Разумеется, негативный фундаментальный фон по Китаю, хотя, наверное, негативный – это ключевое слово, буквально, скажем, тот эпитет, который характеризует вообще ситуацию в Китае. И за последние, наверное, полтора-два месяца я не припомню, наверное, хоть какой-то позитивный отчет, который мог бы позволить нам предположить, что хоть где-то нащупаны основания для потенциального восстановления. Этого сейчас нет, и вместе со слабой статистикой мы лишь еще больше оцен делаем на слабость, и, разумеется, дисконтируем эту слабость со стороны второй привычной экономики мира на более, может быть, даже на еще более медвежьи ориентиры по ценам на сырьевые товары. Потому что Китай, опять же, через собственный спрос и закладывает, точнее, и определяет цену большинства этих активов. Поскольку нет сейчас надежды на китайскую экономику, поэтому нет надежды пока на восстановление и сырьевых товаров. Из важных событий среды стоит отметить, в принципе, все тот же Народный банк Китая, который продолжил девальвировать курс юаня, и валюта лишилась против доллара еще на 1,6% стоимости. Разумеется, подобные меры сверхагрессивного экономического стимулирования негативным образом сказываются на рисковых инструментах. Однако при всем этом мы видели, что в четверг, точнее, в среду, европейская валюта смогла отличиться ростом и, собственно, достигла своего локального хая, который был зафиксирован выше уровня 1,12%. Интерес к европейской валюте был связан именно со слабостью американской валюты из-за появившихся слухов о том, что ФРС может отложить решение, касающееся повышения какосрочных процентных ставок, по той причине, что Китай, быть может, начнет девальвировать, точнее, начнет транслировать на другие экономики, прежде всего, развитые дефляционные риски. Может быть, действительно, так оно и будет. И сейчас, опять же, в связи с этим весьма остро обстоит ситуация с показателями инфекционного давления в США и еврозоне. И если действительно Китай будет транслировать эти риски, значит, мы увидим еще большее давление на общий показатель по как раз инфекционному уровню. И единственное, что, говоря про еврозону, здесь стоит вернуться к теме, опять же, новых мер экономического стимулирования, поскольку создаются риски еще большего снижения, опять же, инфекционной составляющей, значит, у нас еще больше оснований готовиться к более агрессивным мерам экономического стимулирования, о чем, в принципе, я говорил также сегодня. Мы будем актуализировать эту тему постоянно. Фактически каждый день мы возвращаемся к ситуации с инфляцией, особенно когда у нас есть возможность оценить в целом актуальную статистику, мы делаем на это еще больше упор. И, в частности, в пятницу мы, собственно, проанализировали именно самые актуальные данные по данному отчету и, собственно, констатировали лишь еще больше риска для того, что ИЦБ, наверное, все-таки будет вынужден задействовать дополнительные меры экономического стимулирования и перейти к более агрессивной покупке облигаций. Поэтому, как ни крути, исходя из средне-долгосрочного подхода, отказываться от идеи, которая направлена на снижение европейской валюты, сейчас ни в коем случае не стоит. И не нужно, скажем, паниковать в связи с тем, что евро демонстрирует рост. Не нужно паниковать, потому что у нас есть четкое объяснение, почему евро должно находиться ниже. И если начать изменять, собственно, правильному, объективному, фундаментальному подходу, я думаю, что это ни к чему хорошему в плане трейдинга не приведет. У нас есть позиция, будем стоять на своем, будем поддерживаться прежде к ожиданию. И я уверен, что мы дождемся закрепления евро-долго ниже уровня 1.10 и последующего возвращения в район 1.08. Я думаю, что осталось еще совсем чуть-чуть, тем более, что сентябрьское заседание и возможность повышения процентных ставок уже практически маячит, скажем, на горизонте. Много было данных по британскому рынку труда на прошлой неделе. В частности, если говорить про основные показатели, уровень безработицы остался на прежней отметке 5.6%. Количество заявлений безработных на трудоустройство минус 4.9. Тысяча против прогноза роста на 1.5. Вроде бы как позитив, но в целом я рекомендовал обратить больше внимания на ситуацию с средней заработной платой, потому что этот отчет как раз будет создавать условия для роста уровня инфляции. И этот релиз, собственно, сейчас в рамках той экономики, которая вроде бы как готовится к повышению процентной ставки и должна оставаться определяющей. Потому что мы знаем, что Банк Англии, да и, в принципе, американская экономика вроде бы как позитив есть по основным секторам. Но, к сожалению, с инфляцией настоящая беда. И поскольку уровень инфляционного давления в рамках региона далек от целевого показателя в 2%, напомню, что эта планка одинакова как для Англии, так и для США, значит, мы периодически слышим о возобновляющихся спекуляциях на тему возможных оснований по отсрочке решения по повышению процентной ставки. Но про ФРС мы пока не будем, давайте говорить все-таки. По ФРС у нас действительно имеется серьезное ожидание того, что американская экономика, в принципе, уже достаточно готова к тому, чтобы начать постепенно сталкиваться с таким понятием, как ужесточение монетарной политики. А вот что касается Англии, там, конечно же, позитива не так много, поскольку, также анализируем основные сектора, промышленные секторы и сферы услуг, они пока далеки от идеальных значений. Поэтому, может быть, экономика еще должна какое-то время пожить с низкой процентной ставки, которая сейчас находится на уровне 0,5%. Что касается, собственно, других отчетов, давайте так плавно перейдем к четвергу. В принципе, в четверг мы видели, как динамика активов возвращалась на круги своя, скажем, логика стала преобладать, евро корректировался, а после семи сессий восходящего движения вниз пошла нефть, разумеется, потащила за собой российскую валюту, чуть просел пункт, а вот доллар США, опять же, пользуясь поддержкой, которая действительно имела место быть, даже хотя бы по факту резонанса прошлых отчетов, начал постепенно расти. Из статистики можно было выделить троничные продажи по штату и традиционный отчет четверга, заявки на пособие по безработице. Розница выросла на 0,6% против прошлого сокращения на 0,5%. То есть контраст очевиден. Даже несмотря на то, что, в принципе, ожидания могли быть более в позитивном ключе, все равно у нас очевидный прогресс, опять же, хотя бы учитывая то, что мы смогли выбраться вместе с американской экономикой и с этим отчетом из отрицательной зоны. Количество пособий составило 274 тысячи против прогноза 270 тысяч. Кто-то решил, что если отчет не дотянул до прогноза, значит, это негатив и нужно снова делать ставку на снижение доллара. Я же еще раз повторяю, что это совсем неправильный подход касательно анализа пособий по безработице. Почему? Потому что если этот отчет держится ниже 290 тысяч, даже ниже 300 тысяч, разумеется, это уже очевидный прогресс, который позволит американскому рынку труда достигнуть из его показателей по безработице в 5%. И я также уже неоднократно делал на это акцент. Поэтому нужно пособие анализировать с точки зрения того, на каком же уровне находятся фактические показатели. И ни в коем случае не нужно нас измерять, скажем, с прогнозом, либо с прошлой оценкой. Тем более, если расхождение в несколько тысяч, соответственно, пособий. Поскольку отчет ниже 300 тысяч, значит, это еще один фактор, сохраняющийся в восстановлении, точнее, такой тенденции улучшения на рынке труда, а значит, еще одна возможность для нас подкрепить нашу идею касательно потенциального роста доллара. Что касается реакции пары USDY, то мы видели, как этот симбиоз валютных активов вернулся в район 124.50. Что касается евро, то, как я уже отметил, после, собственно, публикации данных, европейская валюта все-таки стала больше руководствоваться ОВИКой и прервала вот эту очередую шести восстановительных рассессий. В принципе, коррекция была характерна для европейской валюты вплоть до пятницы, и сегодня эта коррекционная тенденция была подхвачена. Что касается заключительной торговой сессии, там, конечно же, мы анализировали данные по ВВП, это ВВП, собственно, Германии и еврозоны в целом. Что касается Германии, в целом 0,4% против прогноза 0,3%, то есть 0,5%. Еврозоны 0,3% против прогноза 0,4%. Сегодня на брифинге мы также анализировали эти данные. Для тех, кто еще, скажем, не посмотрел, собственно, наш свод фундаментальных данных по итогам прошлой торговой сессии. Напомню, что подобная статистика является лишь еще одним доказательством, скажем, сохранения, точнее, растерянного потенциала для роста и, в принципе, той слабости, которая характерна для еврозоны в целом. И еще больше внимания мы уделили о состоянии инфляции, данные по инексу потребительских цен, потому что сейчас еще раз напоминаю, как также отмечал в ходе даже этого вебинара, что инфляция является очень важным показателем с точки зрения, опять же, влияния на дальнейшую монетарную политику. И мы знаем то, что в рамках, допустим, ФРС и Банка Англии, как я уже также отметил, инфляция, а точнее ожидание ее роста может стать причиной повышения процентных ставок. Что касается еврозоны, то напротив констатации, опять же, даже дефляционных рисков и уже не рисков, а уже как совершив все реальности, потому что мы увидели показатель свалился с нулевой отметки, с нулевого рубежа до уровня минус 0,6%. Поэтому снова возвращаемся к идее. Пока что без результатного эффекта, или нулевого эффекта, так будет и правильно сказать, от той программы количественного смягчения, которая сейчас действует в рамках валютного блока, напомню, что она стартовала в марте, ее емкость 60 миллиардов евро в месяц, и она продлится до середины 2016 года. Но уже сейчас, на фоне, опять же, того, где находится уровень инфляционного давления на текущий момент, у нас достаточно оснований предполагать, что, может быть, уже до конца этого года мы сможем увидеть и услышать о более агрессивном выкупе активов, может быть, увеличение, скажем, этой программы от 60 миллиардов евро до 65 или 70. Поэтому для европейской валюты, как только эти ожидания будут реализованы, станут действительностью, появится еще один негативный фактор, который может оказаться тем самым, скажем, катализатором, движком для коррекционных идей, а точнее реализации тех идей, которые мы надеемся реализовать уже совсем скоро. Поэтому по евро-доллару для долгосрочных трейдеров, еще раз напоминаю, у нас достаточно оснований, и я думаю, что вы со мной согласитесь, чтобы не отказываться от этой идеи. В результате евро доллар закрыл неделю на уровне 1.1107. Это потеря больше 100 пунктов с локального хая, когда пара в среду забралась выше уровня 1.12. Американская валюта так и осталась торговаться в районе 124.50. Но вот уже сегодня мы видим, как доллар растет против японского конкурента. И в принципе, я думаю, что этот рост по мере приближения протоколов последнего заседания Комитета по открытым операциям на финансы в Крымске США, этот рост может быть еще более выраженным. Поэтому сейчас следим за общим фундаментальным фоном. Я думаю, что последует масса комментариев, опять же, в преддверии протоколов. Но мы, разумеется, всегда держим руку на пульсе, и я буду держать вас в курсе этих информационных событий. Что касается теперь основных макроэкономических отсчетов этой недели. Завтра протокол заседания Резервного банка Австралии. Думаю, что про австралийский доллар мы также уже очень много говорили. Еще раз напоминаю то, что Австралия сейчас по-прежнему сохраняет серьезный посыл для еще большей коррекции. В принципе, такие же ожидания характерны не только для австралийского доллара, но и для новозеландской валюты. Поэтому, с вашего позволения, давайте сейчас время не будем терять на Австралию. В ходе брифингов мы актуализируем практически каждый день эти идеи. И, собственно, раз в неделю мы точно пробегаемся по общему фундаментальному фону. И, собственно, обозначаем, если они присутствуют на рынке, дополнительные аргументы. Ну и старых аргументов также достаточно, чтобы не сворачивались с подобных ожиданий. А вот по Англии индекс потребительских цен. Этот отчет будет очень серьезным для динамики британца. Если локально мы увидим то, что индекс потребительских цен окажется выше прошлой оценки, но это, разумеется, может стать причиной какосрочного роста британского валюты. Для того, чтобы мы среднесрочно отказались от коррекции фунта против доллара и сделали ставку на среднедлагосрочный рост, нужно, чтобы рост индекса потребительских цен носил не разовый характер, а тенденции. То есть в рамках двух-трех месяцев. Пока, конечно же, такой тенденции нет. И для, опять же, какосрочных трейдеров я рекомендую действовать следующим образом. Если отчет выходит лучше, соответственно, прошлого показателя, покупаем фунт против доллара, но это только, скажем, в рамках одной торговой сессии, потому что после этого нужно все-таки вместе с рынком, опять же, прежним позиционируем, возвращаться к более оправданной фундаментальной идее, указывающей на то, что фонд сохраняет потенциал для движения ниже уровня 1,55. Мы пока туда и отметим. В среду можно даже опустить первые отчеты, хотя они действительно важные. Но все-таки, разумеется, трейдеры будут ожидать итоговые протоколы. Потому что сейчас как никогда нужна конкретика, может быть, дополнительные слухи, комментарии касательно действия американского мегарегулятора по итогам сентября. Сейчас есть такая позиция, но, признаюсь, я ее также разделяю, что сентябрь может оказаться судьбоносным и как раз стать тем месяцем в году, когда мы услышим о долгожданном решении Федеральной резервной системы об ужесточении монетарной политики. Во всяком случае, если ФРС нуждался в аргументах, точнее, в доказательствах, в подтверждениях экономического восстановления, за последний месяц он их получил достаточно. И я думаю, что если отталкиваться, опять же, от прежних ожиданий и от того, что мы слышали от руководства ФРС, то есть от Джанет Йеллен, все-таки уже в сентябре, в принципе, это решение может действительно последовать и основания для этого есть. Если мы не услышим о нем в сентябре, значит, разумеется, сроки поедут уже на конец 2015 года, на декабрь. Но, опять же, это не будет причиной, вследствие которой мы откажемся от идеи, связанной с ростом американской валюты. Может быть, продолжим следить за статистикой, и каждый последующий макроэкономический отсчет, но фармпэрлс, данные по инфляции и потребительскому спросу будут для нас еще одними, скажем, доводами в пользу наших ожиданий по повышению ставок. Рано или поздно это уже случится, но в данном случае нам осталось ждать уже недолго. Очень длительное время мы находились в длинной сделке по паре USD-YEN. Напомню, что поднялись с очень таких низких значений, когда этот тандем валютных активов торговался в районе там 14-15, сейчас у нас уже уровень 125, и мы продолжаем делать ставку на еще более серьезное восходящее движение. Также сегодня на брифинге отмечал, что наша долгосрочная идея – это возможность закрепления пары USD-YEN чуть ли не рядом с уровнем 130 йен за 1 доллар. Пока делаем ставку, собственно, на возможность реализации этой идеи, но на нее может потребоваться, конечно же, даже не полгода, а больше. В четверг ежегодный симпозиум в Джексон Холл. Также напомню, что эта конференция может быть весьма интересной, поскольку так уж сложилась практика, что в ходе выступления высокопоставленных чиновников, представителей мегарегуляторов, мы слышим, скажем, о очень важных решениях, которые следуют после. Так мы узнали о сворачивании программы «Конечное смягчение» в США, и также в ходе этой конференции мы помним, что Марио Дракин намекнул на возможность новых пакетов экономических стимулов, и после эта идея была реализована. Поэтому сейчас, конечно же, также будем следить за конференцией, за выступлениями. Напомню, что симпозиум продлится буквально до выходных, поэтому нас ожидают весьма активные волатильные торговые сессии, и, разумеется, будем держать также руку на пульсе и освещать все самые интересные события по факту этого симпозиума каждый брифинг. То есть в четверг, в пятницу, то есть мы вернемся к конференции в Джексон Хоу в понедельник, уже может быть, точнее даже не может быть, а точно подведем итоги того, что же мы услышали по факту, и как услышанное можно использовать для объяснения дальнейших инвестиционных идей. Ронечные продажи по Англии, ронечные продажи в США и первичные заявки по особе безработицы. Здесь, наверное, акцент все-таки нужно будет сделать на ронечные продажи в Штатах, потому что ронечные продажи у нас являются предвестниками потребительской активности, и, скажем, анализируя этот отчет, мы сразу убиваем несколько зайцев. Во-первых, это и определение потребительского спроса и будущих темпов экономического расширения. Поэтому нагрузка на отчет серьезная. Если статистика хорошая, значит доллар реагирует весьма недосмысленно, точнее даже таким прямолинейным ростом. Обычно так коронечные продажи себя и отыгрывали. Ну и в пятницу основной индекс потребительских цен Банка Канады, ронечные продажи по канадской экономике и уровень доверия потребителей. В целом, по отчетам, день будет довольно-таки спокойный. Думаю, что продолжим кататься, опять же, на протоколах среды. Ну и, может быть, если в четверг что-нибудь интересное услышим по фактовым симпозиумам в Джексон Холле, также это будет сказываться в динамике рисковых инструментов. Поэтому сейчас не будем, конечно же, забегать вперед касательно тех тенденций, которые могут стать реальностью для рынка финансовых активов. Но все-таки максимум сейчас внимания как раз к этой конференции и, разумеется, к итоговым протоколам. Это две фундаментальные бомбы этой недели. Я думаю, что после этой пятидневки у нас появится, скажем, еще, может быть, больше оснований, которые будут подчеркивать правильность нашей идеи, связанной с ростом американской валюты. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и, собственно, наши целевые ожидания по основным валютным активам. Евро-доллары – это 1.10, а вот везде 0.72.50, везде ены 125.50 и фунт доллара 1.55.50. Честно говоря, цели весьма консервативные, текущих уровней 70-80 пунктов, даже поменьше. Если все-таки сценарий будет развиваться в том ключе, который мы отметили, разумеется, мы увидим еще более выраженные тенденции и, соответственно, еще более глубокую просадку рисковых инструментов. Оснований для этого достаточно, а если еще и усиление позиций доллара окажется большим основанием, значит, эти идеи будут реализованы гораздо быстрее и, скажем, даже с бонусом в плане более глубоких коррекций. Собственно, на этом все. Теперь предлагаю перейти к вопросам. Основания для роста золота будут только в том случае, если появятся основания для коррекции доллара. Поскольку сейчас все-таки я уже описал общий фундаментальный фонд с точки зрения позитивных ожиданий по доллару, было бы неправильно сейчас отказываться от этой идеи и, пытаться найти поддержку для золота. Напомню, что золото, наверное, уже перестало быть тем интересным активом, на который делали ставку раньше. Сейчас золото уже не позволяет нам страховаться от рисков. Точнее, много кто пытается это сделать, но игра не стоит свеч, на золоте только теряет. И потом золото уже бессмысленно с точки зрения даже страховки от инфляционных рисков. Потому что еще 10 лет назад инфляция, как понятие, существовала на рынках, сейчас инфляция – это то, о чем мечтают. По крайней мере, еврозона, Англия и США уж точно. Поэтому, говоря про динамику золота и, скажем, ища какие-либо исключительно влияющие на золотой актив фундаментальные основания, их попросту нет. Поэтому здесь нужно заходить именно с точки зрения поведения доллара и описывать, точнее, даже ставить цели по ауруму с точки зрения поведения именно американской валюты. И до тех пор, пока мы не пройдем этот этап постепенного повышения процентных ставок, напомню, что в рамках ФРС будет ни одно повышение процентной ставки, мы можем увидеть даже 6-7 подобных шажков ужесточения монетарной политики даже в рамках одного года. Я не считаю то, что к золоту можно возвращаться с точки зрения покупок. Напротив, опять же, вот эта череда очень важных решений со стороны ФРС, которые будут непременно толкать именно доллары вверх, по золоту можно занимать такой долгосрочный выведенный шорт, который способен вернуть этот актив даже в район 1000 долларов за унцию. С текущих уровней это больше 10% коррекции. С причем, разумеется, цель может быть реализована с гораздо большим профитом для, собственно, трейдеров. Поэтому мое ожидание ставим на сел, но только с точки зрения долгосрока, потому что каткосрочно предугадать поведение актива невозможно, любого актива. И даже, скажем, я не удивлюсь, если может последовать коррекция на 10, на 15 долларов. Но все равно этот возможный восходящий импульс ничто по сравнению с тем коррекционным ожиданием, которое я уже сейчас обозначил, сделав ставку на снижение в район тысячи долларов за унцию. Нет, не может. Что касается не может, я отметил как раз на вопрос серебро может заменить золото. А вот что касается с Китаем, действительно, такой риск есть. И в ходе, собственно, этого вебинара я отмечал, что Китай уже обвиняет в том, что этот регион, который затеял валютные войны, и, может быть, даже еще больший риск для экономик заключается в том, что Китай может начать транслировать, опять же, дефляционные риски на другие регионы. И особенно это будет болезненно для тех мегарегуляторов, которые вроде бы как создали уже достаточную почву, оснований для того, чтобы, собственно, скорректировать монетарный курс и поспособствовать достижению тех целей, которые ставились ранее. Если мы увидим, что девальвация юаня продолжится, сейчас, собственно, это может быть, но я все-таки считаю, что вот этот сознательный шаг Народного банка Китая по ослаблению курса юаня против доллара, это уже меры, которые в истории. Мы наблюдали их на прошлой неделе. На текущий момент Банк Китая сфокусирован как раз на показателях рыночного характера, то есть спрос и предложения, которые будут влиять на позиции юаня. И я думаю, что вы прекрасно знаете, что китайская валюта сейчас патендует на статус международной резервной валюты. Для того, чтобы она стала таковой, может быть, в перспективе года, больше, может быть, даже еще более растянутой срока, нужно, чтобы были реализованы определенные, скажем, моменты на рынке. И одним из подобных моментов является осознание того, что юань должен находиться, по сути, в свободном плавании и не быть привязанным к американской валюте. То есть курс юаня должен формироваться не действиями центрального банка, а исключительно только рыночным механизмом, то есть законами спроса и предложения. Я думаю, что Китай девальвирует валюту как раз как реализация этапа требований со стороны МВФ по приближению как раз тех самых сроков, которые позволят юаню стать валютой с новым экономическим стратегическим статусом, международной резервной валютой. Если это действительно так, то, наверное, череда девальвации уже закончена. Банк Китая сейчас успокоится. Для нас это будет, скажем, символом того, что финансовый сектор более-менее достиг более устойчивых показателей, риски и опасения уже не так актуальны, а значит, собственно, можно будет, опять же, переключиться на прежние идеи и надеяться на то, что экономика США сможет вытащить себя через хорошие показатели прочих секторов. И вытащить себя, разумеется, здесь подразумевается, даже несмотря на риски низкой инфляции, все-таки позволить американскому мегарегулятору и Джанет Йеллен просигнализировать рынку о повышении как-то срочных процентных ставок. И я помню, точнее, я делал достаточно серьезный акцент на возможности поведения ФРС, даже с учетом низкой инфляции. Это было, по-моему, несколько месяцев назад. Мы анализировали вдоль и поберег ситуацию с американской статистикой и пришли к выводу уже тогда, что, наверное, ФРС может все-таки анонсировать это решение, повысить ставки, даже несмотря на низкие показатели по инфляции. В связи с этим я не считаю то, что Китай станет причиной, из-за которой ФРС откажется от ужесточения монетарной политики, а значит, я считаю то, что это решение уже будет анонсировано в самое ближайшее время, что можно использовать в качестве еще одного аргумента и довода в пользу усиления позиций американской валюты. И, соответственно, эту идею лучше, опять же, отграть против японского конкурента с целью движения и закрепления выше уровня 125. Крадкосрочная, точнее, даже крадкосрочная цель у нас движения выше 125, среднесрочное закрепление в районе 126. Долгосрочная, еще раз напомню, это 130. Большое спасибо за вопросы. Разумеется, еще раз напоминаю вам, что не так давно мы запустили форум Амаркетса. Там у меня есть своя аналитическая ветка. Разумеется, буду рад вашему присутствию там. Заходите, регистрируйтесь и оставляйте вопросы. Опять же, это дополнительный канал коммуникации и, по сути, у нас есть возможность общаться через этот форум фактически в ежедневном формате. Буду рад также, еще раз напоминаю, обратной связи по любой теме, которая касается финансовых рынков. Большое спасибо за внимание. Хороших вам торговых сессий. Увидимся уже либо в ходе завтрашнего брифинга, ну или уже в ходе следующего вебинара уже 24 августа. Поэтому удачных сделок. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.